Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды. Наша традиционная встреча и обзор технический, фундаментальный. Ищем самые интересные локальные возможности, делимся рекомендацией, помогаем принять решение с учетом актуального новостного фона. Сегодня, как мы с тобой ранее еще в понедельник комментировали, говорили, что наша встреча в среду будет как раз перед, пожалуй, самым важным событием, как сейчас говорят, не только даже о неделе, потому что текущее заседание ФРС, которое началось вчера и сегодня будут подведены итоги, оно может стать судьбоносным для доллара, для фондового рынка, потому что ФРС реально может повлиять на текущую ситуацию с рынком долга, с той тенденцией сброса американских облигаций, которая наблюдается уже несколько недель подряд. Вот в моменте мы по десятилеткам видим доходности, ну, пиковые практически, это максимум за последние 13 месяцев. И вот с такой вот конъюнктурой мы как раз подбираемся к итогам и заседания ФРС, и пресс-конференции Джерома Паула. Напомню, что в 21.00 по московскому времени сегодня будут оглашены итоги, спустя полчаса после этого пройдет пресс-конференция. Масса будет вопросов со стороны журналистов-экономистов о том, что ФРС планирует с процентными ставками далее, с программой количественного смягчения. Является ли последний рост доходности американских облигаций, являющийся, опять же, причиной, из-за которой трейдеры начинают опасаться стремительного роста инфляции, поэтому уходят в эти активы. Повод ли это для американского регулятора, чтобы отказаться от мягкой риторики и начать уже заявлять о готовности к тому, чтобы изменить, повысить процентную ставку в более ранние периоды времени и, например, отказаться от бешеной и колоссальной по объему программы количественного смягчения. Я предлагаю прямо сразу к демонстрации экрана, давай с индекса доллара, который… Секундочку. Так, индекс доллара у нас сейчас на отметке 9195. Вот у нас образовался такой локальный коридор. Можно сказать, что значение 92 – это своего рода локальное сопротивление, но пока оно держится. И ранее я давал рекомендацию продажи индекса доллара. Сегодня рекомендацию продолжают транслировать дальше, потому что считаю, что американский регулятор сегодня все-таки подтвердит приверженности исключительно мягкой экономической политики. Да, будут вопросы о том, что рост инфляции может оказаться значительным и не заставит ли он ФРС испугаться того, что при высокой инфляции совершенно неуместно проводить такую мягкую экономическую политику. Ну и рассчитываю на то, что лично Джером Пау снова уйдет в плоскость комментариев о том, что всплеск инфляции – это временное явление, которое не опирается на какие-то органические факторы, связанные с стремительным наращиванием и ростом потребительской активности. Поэтому, может быть, на короткий промежуток времени инфляция окажется даже выше 2,5%, но в перспективе, опять же, к середине, например, 2022 года инфляция, скорее всего, стабилизируется. Сегодня я все-таки еще больше даже рассчитываю на то, что ФРС, я в понедельник это говорил, может сделать заявление о том, что при росте, например, в дальнейшем доходности американских облигаций он начнет влиять на этот показатель через более активные покупки долговых бумаг, потому что это логическим образом поддержит спрос и вернет рынок к более стабильным и нормальным показателям по доходности, который живее. Соответственно, при таком сценарии у доллара будет больше оснований для того, чтобы снова перейти к коллекции, потому что так уж сложилось традиционно, что мягкая риторика американского регулятора, она оказывала давление на курсы национальной валюты. А если сегодня, опять же, ФРС позволит себе намекнуть на готовность, например, увеличить программу количественного смягчения, то еще большее смягчение экономической политики станет как раз вот тем самым катализатором и триггером до снижения, который хотелось бы увидеть. Раньше также была рекомендация на покупку фондового рынка. В принципе, мы с тобой одинаково оценивали перспективы фонды. В данном случае S&P котируется на отметке 3962 пункта. Мы видели и локальное обновление исторических максимумов. Сейчас находимся вблизи этих значений. Здесь просто лишь держим с целями прежними 4000 пунктов по S&P. Я думаю, что ничто американскому фондовому рынку сейчас не угрожает. Сделка также была по евро против доллара через байлимит с уровня 1870. Сейчас котировки 1887. Соответственно, держим эту позицию, потому что только что прокомментировал перспективу доллара. Стоп-лосс мы еще не достигли. На отметке 1.18.20 его смещать, менять не нужно. Если все-таки пара евро-доллар уйдет к этому рубежу стоп-лосс, то, конечно же, испытывать судьбу в дуэте евро-доллар уже не нужно будет. Далее уже, я думаю, на следующей неделе мы с тобой заново переосмыслим то, что происходит с долларом. Я прокомментирую, опять же, изменились ли мои взгляды касательно такого слабеющего потенциала американской валюты. Сегодня я бы хотел порекомендовать сделку золота через отложку байлимит с уровня 1720. При этом стоп-лосс 1695 и ждем, соответственно, роста выше уровня 1780. Золото в последнее время, если как бы на такую среднесрочную ретро перспективу взглянуть, испытывало давление за счет того, что росли облигации по доходности. И, конечно же, при росте доходности американских облигаций золото проигрывает, потому что, в отличие от облигаций, оно не приносит ни купонного, ни процентного дохода. И при высоких показателях американского рынка долга по доходности, конечно же, есть причина все-таки не верить в восстановление рынка драгоценных металлов. Но я сегодня рассчитываю на то, что все-таки ФРС повлияет на доходность Трежериса, собьет спесь, скажем так, с покупателей, вернет облигационный рынок ниже полутора процентов. И в таком случае золото, конечно же, сможет заручиться локальной поддержкой покупателей и показать ту динамику, которую хотелось бы. Но сначала ждем всплеска волатильности по факту решения. Как раз этого всплеска должно быть достаточно, чтобы сработала отложка, ну а потом уже идем исключительно вверх. Виталий, слово тебе. Всех приветствую. Давайте поговорим о тех идеях, которые я ранее озвучивал. Это был евро-доллар. У меня по нему была такая рекомендация. Скажем, если он будет отскакивать вот этой зоны, скажем, закрываться вот здесь, то можно будет говорить о покупках. Если цены будут закрываться внизу, то скорее все будет на, скажем, на пробой, идти евро вниз. Он пока так и идет. Я вчера изначально его продавал, евро-доллар. Потом, когда он вышел вот сюда наверх, пробил вот этот локальный тренд, с продаж вышел, вошел в покупки, когда он обратно вошел в тот уровень, закрылся и больше не торговал в данный инструмент. На текущий момент по евро-доллару сложно сказать, что здесь лон. Он, в принципе, возможен, если там выйдут какие-то новости, и вот эту картинку будет ломаться, если и покупать евро-доллар, то, конечно, можно там, где ты ловишь, но я бы лучше, скажем, ловил, если будет здесь покупка, то выше сегодняшнего максимума, который был на азиатской сессии, это на отметке 1.19.15. Можно лимитку поставить бай-стоп. И более надежная лимитка будет на пробой вчерашнего максимума, это 1.19.50. Почему? Потому что мы сейчас находимся под давлением, и такую цену выкупать это очень сложно. Поэтому пока я бы советовал через лимитки входить со стоп-лосом, который у нас будет. Так как другие рынки, допустим, тот же австралийский доллар, он находится под давлением тоже. Здесь зажимают, и такое ощущение, что и евро могут продавить, и австралийский доллар. Поэтому можно захеджироваться, продать этот актив с текущих, это на сцены 0.77.30 плюс-минус, со стоп-лосом в районе 0.77.75. Это в таком ключе. Плюс, а то же новозеландский доллар аналогично, в него картинка тоже под давлением. Тоже можно рассмотреть как вариант продажи. Плюс фунт-доллар. Ну, один его сегодня выкупили, здесь могут, в принципе, провалиться, поэтому продажу возможно выставить через пробой сегодняшнего минимума. На отметке 1.38.75, со стоп-лосом за хай сегодняшний. Ну, и, скажем, это такая, посмотрим, что сегодня выставит. Уйдет ли доллар на рост, продолжится ли данная тенденция, или будет смена. Так как индекс доллара, ты говоришь, он находится в коридоре таком, да, то здесь больше не коридор, а такой треугольничек идет с той целью, что будет пробивать вот этот хай. Этот хай мы будем пробивать ложный, потом уходить вниз. Можем либо с текущих свалиться. В принципе, все возможно. Здесь, если продавать через какой-то селл-стоп, на пробой вчерашнего минимума, как-то вот так, потому что вот видно, что цену поджимают. Конечно, если бывает такое на новостях, когда вот так поджимают, поджимают, и дальше ломают. Поэтому пока останусь в таком мнении, что евро покупать через ремитку, с текущих достаточно рискованно. Хотя, возможно, попробовать. Если у нас все-таки вот это был импульс, мы сейчас сделаем такую глубокую коррекцию, и здесь уже где-то должны быть минимумы, если это коррекция реально. Но более надежно будет, я думаю, через байстоп заходить по данному активу. Ну и хеджироваться, как уже сказал, можно попробовать австралийским долларом зачерпить с небольшим стопом, там 35 пунктов, и посмотреть, какая реакция будет на рынке. Ну еще интересно, мне кажется, рисует этот биткоин. Он на выходных показал новый исторический максимум, 60 тысяч там с копейками. Пробили мы, получается... Пробили максимум хорошего этого февраля, да, и ушли достаточно сильным импульсом под вот этот уровень. И здесь, как вариант, возможно, рисуется шов достаточно сильный. Можно попробовать с текущих шертить. Это где-то примерно... Сейчас у нас цены 55-700. Даже если мы чуть-чуть выше уйдем, в район на 58, пробовать шертить со стопом 61 тысяч. Да, здесь волатильность, конечно, сильная. Так, ну падать есть у нас куда. Это 43 тысячи сильный уровень поддержки. И, возможно, вторая цель – это 30 тысяч. Вот этот минимум, который был у нас в январе. То есть вот такие два минимума цели. Если это у нас произошел импульс и ложный пробой истины, то в таком случае может получиться неплохой шорт по данному опыту. Так, спасибо тебе за комментарии, особенно за крипторынок. Я думаю, что сейчас много трейдеров тебе благодарны, поскольку действительно долгое время мы его не касались. Биткоин... Ну а в целом на долгосрок ты как считаешь, что будет 100 тысяч? Как сейчас все грезят и говорят. Или это пока маловероятно? Ну, это вероятно, скажем. Там, скажем так, объем крипторынка небольшой. Там, условно, сколько сейчас капитализация? Один триллион, да, по биткоину. Почти, да. Да, это если взять в разрезе всех активов, которые находятся на финансовых рынках, то это копейки, да. То есть, и поэтому сюда уже влезли и начали эти ETF на биткоин продавать там в Канаде, в США. О чем это говорит? Когда биткоин был, там, торговался в прошлом году, там, по 3 тысячи, по 5 тысяч, по 7 тысяч, никто о биткоине не говорил. Крупные игроки, никто не покупал и так далее. А вот когда цена уже подобралась, там, 30 тысяч, 40 тысяч, да, все начали говорить, что, ну, входим в рынок, да. Это явные признаки мании. Это, скажем, каждый, каждый 10 лет, каждый, там, 100 лет происходит такая мания по активам, и она закончится одним и тем же, да, что все сдуется. Вопрос, через какие хайи. Дойдем ли, как ты сказал, до 100 тысяч хаврия, до 200 тысяч, все возможно, да, разогнать такой недорогой актив, ну, имеется в виду с капитализацией такой небольшой. Это не проблема, да, но итог будет один и тот же, потому что просто посмотреть, как я уже сказал, когда биткоин был по 3-5 тысяч, вот эти, знаешь, есть такое сообщество, криптоэнтузиасты, криптоевангалисты, которые там на биткоине все время что-то говорят, когда он растет, они о нем говорят, когда он падает, они все пропадают с рынка. Поэтому можно пробовать чертить, как я уже сказал, есть признаки, обязательно 100-плос, потому что можем уйти дальше в космос, но итог будет один. И я думаю, что большинство, кто там не пожадничает, кто покупал, он там вовремя закроется, кто будет жадничать и все время покупать на хаях, ну, большинство попадет, и с этого рынка сложно выйти там крупным объемом, вот эти же даже крупные игроки, которые торгуют биткоином. Это вот так. Посмотрим. Спасибо тебе, Виталий. Ну что, следим тогда за тем, как себя поведут рынки. Всем желаем, безусловно, профита. Окончание недели будет довольно интересным. Вернемся мы с Виталием уже к вам в следующий понедельник. Подведем итоги того, что произойдет с долларом и что с ним может случиться дальше. Виталий, тебе тоже по традиции хорошего закрытия этой пятидневки и хороших выходных. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok